На самом деле рецепт очень простой и быстрый. Такие сочные помидоры очень сладко пахнут, безумно, ребят. Я уже показывала вам парочку рецептов своих любимых бутербродов. Но у меня появился новый фаворит, с которым я хочу вас познакомить. Это бутерброд с рикоттой и соусом песто. Ну а также, чтобы не оставить вас и без сладенького, давайте приготовим банановые панкейки. Для начала, как обычно, мы отправим хлеб немного поджариться на сковородку. На самом деле рецепт очень простой и быстрый. Нам понадобятся помидорки черри. Делим их на 4 части. У меня будет 2 бутерброда. Но так как мы будем поджаривать помидорки с соусом песто, они немножечко уменьшатся в размере, поэтому не бойтесь взять больше. Из расчета 3-4 штучки на 1 бутерброд. Я дорезала помидоры. Сейчас наш хлеб поджарится. Я его сниму. Помидоры вместе с соусом песто отправляю на сковородку. Подтомлю парочку минут. В это время хлеб намажу рикоттой. И сверху выложу наш соус. И все, бутерброды будут готовы. В этот раз я купила достаточно большие куски хлеба, поэтому помидор можно было положить и побольше. Но выложили все как есть. Бутерброды готовы. Давайте теперь перейдем к сладкой части и приготовим с вами банановые панкейки. Для этого нам понадобится, конечно же, 2 банана. Измельчаем, как обычно, кто вилкой, кто блендером. Банан размяли, добавим к нему яйцо. Еще немножко перемешаем. Добавим 2 ложки муки. Масса готова. На разогретую сковородку отправляем по 2-3 минуты с каждой стороны. Готовые панкейки вы можете есть как со сгущёнкой, так и с кленовым сиропом, как у меня. Давайте их все красиво польем. Банановые панкейки готовы. Только вам решать, как начинать свой день со сладкого или солененького. Приятного аппетита! Субтитры подогнал «Симон»!